Это случилось в лихие девяностые. Вера уехала с мужем на север. Жила там определенное время, родила детей. Сама родом из Подмосковья, но ради мужа решилась на такой шаг. Чего не сделает женщина во имя любви. Однако, когда дети были еще маленькие, муж Веры полюбил другую женщину. Бросил семью на произвол судьбы и ушел. Ничем не помогал. Никак не участвовал в жизни семьи. Вернуться домой Вера не могла. Жила в отдаленном поселке, недалеко от леса. И ждала лучших времен. Деваться было некуда. Ей нужно было устроиться на работу. Работу не так легко найти, особенно в северных поселках. Но в соседнем поселке один богатый человек открыл завод по производству пельменей. И туда устроились все местные женщины. Зарплата по тем временам была очень даже нормальная. Вполне достаточная, чтобы прокормить двоих детей. Была лишь одна проблема. Нужно было идти через лес. Лесной массив находился недалеко от частного сектора. Но в любом случае бывали моменты, когда в зимний период волки выходили к частным домам. Транспорт туда не ехал. Частного извоза не было. Да и денег не было у людей столько, чтобы ездить на такси. Поэтому местные женщины вместе договаривались и проходили через эту лесную тропу сообща, дабы избежать встреч с дикими обитателями тех местностей. Хотя несколько человек против целой волчьей стаи – это ничто, но пока что проносило. Так уж случилось, что зима была суровее, чем обычно. звери не могли добывать еду и начали выходить в деревни. Уже были случаи, когда волки убили местного сторожа, который тоже рискнул пойти на работу через лес. Нападали на людей в дневное время. Кто-то еле унес ноги, добравшись до машины. Кто-то был ранен, обратился за помощью. И людей предупреждали, что следует избегать лесной дороги. Да и вообще лучше не выходить. по вечерам, особенно ближе к лесу, к дороге, очень опасно. Но Вера кормила детей. У нее не было выбора. И она рисковала собой ради того, чтобы поднять детей на ноги. И вот однажды шла с работы домой. Уже было достаточно поздно. И вдруг услышала то, что не хотелось бы слышать ни одному человеку на земле. А и с и Внутри все похолодело. Она ускорила шаг. Но в следующую минуту увидела тени, которые выпекали из леса. Волчья стая подошла к ней и остановилась. Впереди шла волчица. Было видно, что волки голодные. Они были исхудавшие, измученные. Волчица подошла к ней. Почему-то Вера сразу поняла, что это волчица. Может быть, женское чутье. Они встретились с глазами. Вера поняла, что она обречена. И в эту минуту вспомнила детей. Что будет с ними? Попадут в детский дом. А дальше что? Кто их найдет? А вдруг они выйдут искать мать в лесу и попадут в лапы волков? От этих мыслей глаза наполнились слезами. В эту минуту женщина, забыв о себе, о том, что ее может через пару минут не стать, думала о детях. Молчица присела и стала разглядывать ее. Вера посмотрела ей в глаза и сказала, «Я знаю, что ты меня понимаешь, ведь ты тоже мать. Тебе нужно покормить своих шинков. Мои дети тоже ждут меня. Я должна их кормить. Пожалуйста, отпусти меня. Не убивай». Молчица посмотрела на нее и словно поняла ее. Встала молча, отвернулась и ушла в лес. А за ней волчья стая. Вера не могла поверить своему счастью. Она все время думала, что волки вот-вот выскочат оттуда и нападут. Но волки не вернулись. Она дошла домой, закрыла все двери и очень долго не могла прийти в себя. И вдруг вдалеке опять послышался вой. Молчица 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 Вера не забыла доброту волчицы. На следующий день подошла к местным мясникам и попросила у них остатки, которые оставались после забоя животных. Она сказала, что хочет отнести это собакам. Мол, у соседа несколько собак, и он не может их прокормить. Мясник согласился, и вот она раз в два дня подходила и забирала остатки и оставляла в лесу. И каждый раз, когда приносила новую порцию, видела, что все было съедено, унесено. Вот так она отблагодарила волчицу, которая не тронула ее во имя ее детей. Иногда звери человечнее людей. Но и людям следует помнить доброту, как человеческую, так и волчью, и отвечать добром на добро. Сейчас она живет в Подмосковье. Дети выросли, она поднялась на ноги, забыла предателя мужа, встретила другого человека. Но она не забыла ту самую волчицу, которая оказалась добрее и человечнее многих-многих людей, окружавших ее в те годы. Субтитры создавал DimaTorzok